Добрый день! В этом году крайний срок представления декларации не позднее 4 мая. Так, по кодексу это 30 апреля, но в связи с тем, что в этом году 30 апреля это суббота, значит мы идем к первому рабочему дню. То есть не позднее 4 мая обязанные категории налогоплательщиков должны представить налоговую декларацию. Если будет сумма к уплате по этой декларации, то есть необходимо налог заплатить, то налог оплачивает гражданин не позднее 15 июля 2022 года. Кто? Кто именно? Кто должен? Значит все эти категории определены у нас налоговым кодексом Российской Федерации. Основные это индивидуальные предприниматели, которые находятся на общей системе налогообложения. Нотариусы, адвокаты, те категории налогоплательщиков, занимающиеся частной практикой. А граждане, мы с вами, если мы продали имущество, находившееся в собственности менее минимального срока, чтобы понимать, что такое минимальный срок, к примеру, досталось нам это имущество по дарению или же по наследованию, то здесь минимальный срок это 3 года. То есть если нам подарила мама квартиру, и мы ее продали через год, здесь мы должны декларировать. А если она у нас была больше трех лет, декларацию мы не ждем. Эти все, вся эта информация, она у нас есть в наших информационных ресурсах. И речь об имуществе, которое имеет госрегистрацию. Обязательно. Это не велосипеды. То есть яйцов и бирже, хоть бы оно с купленным, не считается? Конечно. Это недвижимость, недвижимое и движимое имущество. Машина, автомобили, конечно. Мотоциклы, соответственно. Все, что у госрегистрации. Конечно. Те, кто проходит госрегистрацию. Значит, те граждане, которые сдавали в аренду квартиры, получали доход ежемесячный, и они не являются самозанятыми. То есть напомню, что если налогоплательщик сдает имущество, он имеет право быть самозанятым, он открывает приложение и ежемесячно перечисляет, ну, информацию направляет о том, что он сдает квартиру. И ежемесячно ему приходит налог, который он оплачивает. Там ставка 4%. Если он не является самозанятым, такой гражданин, то он, и он сдает имущество в аренду, да, свою, к примеру, квартиру, то он должен не позднее 4 мая отчитаться за 21 год о своих доходах. Если говорить еще об обязанных категориях, это, например, услуги няни, репетитора, да, мы, к примеру, получаем доходы, которые, ну, собственно, они у нас не облагались, да, 13 процентами. Если налоговый агент, это тот, который выплачивает доход, он у нас не удержал налог и не сообщил об этом в налоговый орган, то мы тоже самостоятельно декларируем и подаем декларацию по форме 3НДФЛ. Если же налоговый агент не удержал налог, но сообщил нам об этом в налоговый орган, я имею в виду, то мы, налоговый орган, самостоятельно исчислим налог и предъявим этому гражданину в составе имущественных налогов, да, налог на имущество, земля, также будет отдельной строкой и налог на доходы физических лиц. То есть налогоплательщику тоже не нужно об этом думать. Вот, это вот обязанные категории, их достаточно много, можно с ними познакомиться в налоговом кодексе. И, в принципе, если нам налогоплательщик позвонит по телефону горячей линии, мы тоже обязательно ответим, нужно ли или нет представлять налоговую декларацию. Если человек получает доход с банковского вклада, соответственно, за эти проценты, нужно будет налог платить? Ну вот, мы говорили в начале года, что за 2021 год нужно будет с процентного дохода заплатить, но в связи с тем, что у нас сейчас происходит, да, одно из мер поддержки за 2021 год, за 2022 год, такие граждане ничего платить не будут. Тоже это нововведение такое? Это нововведение, да, совсем недавно, да, за 2021 год и за 2022 год с процентных доходов мы не будем платить налог на доходы физических лиц. А дальше государство решит по 2023 году, да, то есть пока ничего нельзя говорить? А дальше, конечно, конечно. А какие еще вообще нововведения с этого года появились? Ну вот, социальные вычеты, да, мы привыкли это лечение, обучение, да, и так далее. Вот, физкультурный вычет. Спорт. Спорт, да, физкультурный вычет. Значит, налогоплательщик имеет право, если, например, он сейчас понес расходы в 2022 году, именно с 2022 года, он имеет право представить декларацию на вычет в следующем году, указав эти расходы. Чем подтвердить? Чеками? Чеками, да, подтвердить. И единственная организация, которая предоставляет им эти услуги, она должна быть в перечне, поименованном на сайте Министерства спорта. А, вот так вот. Да, это не просто любая организация. Не любой спортзал. Не любой спортзал, да, обязательно, да. И клиника, если то же самое? Клиника нет. Клиника должна иметь лицензию, соответственно. Часто, не ваш государственный ли там государственный клиник? Имеющая лицензию, да. И она должна налогоплательщику выдаст справку, специальную справку об оплате услуг налоговых органов, где там определено, какой вид лечения произошел. Лечение дорогостоящее, либо лечение простое. Вот, потому что по дорогостоящему у нас вычет не ограничен, да. А если это простое лечение обычное с кодом услуги 1, то здесь у нас максимальный вычет составляет 120 тысяч рублей. То есть с них мы можем получить 13 процентов, это 15 тысяч 600 рублей. Вот. Можно, не дожидаясь окончания года, получить эти вычеты, да, социальные. Перехожу вот к этому моменту. Значит, с помощью нашего сервиса личный кабинет направить заявление о подтверждении там социального вычета, имущественного вычета. И налоговый орган подтверждает и направляет работодателю уже уведомление об этом подтверждении. То есть раньше налогоплательщик направлял заявление и приходил ножками в налоговый орган, получая это уведомление, а затем шел к своему работодателю. То теперь здесь упрощена процедура, то есть налогоплательщику не нужно никуда приходить. Заявление его рассматривается в течение месяца. И уведомление, уже результат направляется его работодателю. Для того, чтобы он этот вычет применил. Если еще говорить о нововведениях таких основных, если мы продаем имущество и стоимость его меньше миллиона рублей, да, к примеру, квартиру или комнату продаем, и транспортное средство меньше, чем 250 тысяч рублей, в 2021 году мы получили этот доход, мы можем не декларировать, то есть не представлять декларацию. Но опять же, здесь есть один нюанс. Можно что хотите написать в договоре, правильно? Для этого есть такое понятие, как кадастровая стоимость. Мы будем сравнивать эту величину. То есть доход должен быть не меньше, чем 70% от кадастровой стоимости. Вот это тоже одно из таких нововведений. То есть недорогое жилье при получении доходов мы теперь не декларируем. Да, если мы, например, продали квартиру в 2021 году, и у нас в семье двое детей, двое и более детей, да, к примеру, вот, в данном случае мы тоже не декларируем, и она у нас была в собственности менее пяти лет, менее пяти лет, мы расширяемся, да, у нас породился второй ребенок, у нас, мы покупаем более просторную квартиру, то в данном случае, и более там дорогую, там есть определенные нюансы, мы тоже в данном случае можем не декларировать эти доходы. И у нас осталось немного больше минуты, поэтому в завершение давайте напомним нашим телезрителям процедуру подачи декларации. Процедура очень простая. Прежде всего, личный кабинет. Там выложены все жизненные ситуации, мы идем пошагово, заполняя эту декларацию. Самый простой способ. У кого нет личного кабинета? Если нет личного кабинета, советую завести, а если не можем завести, то в данном случае мы заполняем ее на бумаге, либо с помощью программы, у нас есть на сайте специальная программа, по окончании заполнения мы ее распечатываем, несем либо в налоговый орган, не забываем, что мы ее несем по месту жительства, регистрации, регистрации, да. То есть мы не можем, я торжокский налогоплательщик, не могу принести в Нелидову декларацию, да. Хоть бы там и живешь, условно говоря. Да, да, мне там удобнее. Прописан в торжке, неси в торжок. Да, неси в торжок. Либо в любое отделение МФЦ. Но опять же, опять же, по территориальной принадлежности. Не забываем, обязанные категории не позднее 4 мая отчитываются. Все остальные категории граждан, которые претендуют на налоговые вычеты, могут и позже 4 мая представить декларацию. Ну что, спасибо большое. Это была программа «Тема дня. Комментарь». Мы сегодня подводили, скажем так, предварительный итог декларационной кампании, которая стекает в начале мая в этом году из-за майских праздников. Поэтому не забудьте на майских праздник тоже об этом думать, если все-таки упустили что-то. 4 мая включить нам последний срок. Спасибо большое, Ирина. Спасибо, Роман. Спасибо, телезрители. До новых встреч.